В Польше по обвинению в шпионаже арестовали российского хоккеиста. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. По данным спецслужб, он собирал информацию об объектах критической инфраструктуры. Арестованный спортсмен 14-й задержанный в рамках одного дела. Российские шпионы падают один за другим. Очередной успех следователей Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности. Задержан шпион, который действовал под видом спортсмена. Збигнев Зёбра, генеральный прокурор и министр юстиции Польши. В Твиттер. Большая концентрация российских агентов обнаружена в Швейцарии. И неудивительно, ведь там расположены штаб-квартиры множества международных организаций. Федеральная разведывательная служба Швейцарии подозревает, что российские шпионы пытаются использовать в своих целях местных чиновников, которые отвечают за работу с Советом безопасности ООН. Ещё одной задачей швейцарской разведки является противодействие попыткам обходить санкции в отношении страны-агрессора. Поскольку Россия использует компании в Евразийском экономическом союзе, Турции и Индии для закупок, деятельность по мониторингу должна быть распространена на регионы, которым в прошлом уделялось мало внимания. Из доглада Федеральной разведывательной службы Швейцарии. Российские шпионы активно работают и в Латвии. За последние несколько лет силовикам удалось обнаружить нескольких агентов спецслужб России и Беларуси. Их задачей было в основном наблюдение за военной инфраструктурой страны. «Это информация, которую можно получить только от человека или от делового партнёра, от агента, которому поручено собирать такую информацию. Военный объект, конечно, можно увидеть с воздуха с помощью различных спутниковых технологий. Но его с определённой регулярностью нужно фотографировать на местности, наблюдать за ним в разное время суток, в разные погодные условия и сезоны». Дипломаты, спортсмены, представители бизнеса, агенты Кремля могут работать в разных структурах и вербовать нужных людей. «Напресс Газпрома, представители, это тоже под прикреплением только уже газовой структуры. Они знакомятся с представителем, который интересен. Ему предлагают хорошие проекты, долю тогда или акционерное участие. А это уже миллионы или сотни миллионов долларов. В зависимости от того, какую посаду занимает человек. Помним, канцлер Германии, помощник канцлера и другие активно работали с Российской Федерацией. И с дипломатами, и с Газпромом. А фактически это работали с разведкой». В начале года The Washington Post писала, что после российского вторжения в Украину шпионская сеть в Европе была частично разгромлена. Это сильно подорвало возможности Кремля влиять на Европу. А издание «Политика» сообщило, сейчас Кремль отчаянно пытается восстановить свою шпионскую сеть в Европе, чтобы по возможности помешать поставкам западной военной помощи в Украину. Параллельно Россия возрождает центр на Кубе, который был создан в советские времена для шпионажа за США, но был закрыт после распада СССР. Виктория Смирнова для телеканала «Фридом». К нашему эфиру уже присоединился Сергей Олегович Жирнов, бывший сотрудник АГБ СССР и службы внешней разведки России. Мы приветствуем вас в эфире. Здравствуйте. Привет, коллеги, и привет всем нашим зрителям. И вот с чего я хочу начать в нашем сюжете достаточно детально. Коллеги объясняли нашим зрителям и вводили в курс темы, для чего же конкретно в Швейцарии, почему же столько российских шпионов. И вот тут, знаете, хочу один тезис процитировать, что на самом деле ведь большой проблемой для швейцарской разведки является противодействие конкретно российским шпионам в попытках обходить санкции, которые были уже наложены на Россию. И вот как вы считаете, тот факт, что сейчас эта тема становится все более публичной, может ли добавить, ну, несколько темпов для того, чтобы эффективнее бороться с этим российским шпионажем и все-таки, чтобы меньше было шансов у России обходить санкции? Я вас чуть-чуть поправлю. Это не фельсарская разведка, а фельсарская контрразведка, потому что эта контрразведка боится со шпионами. Спасибо. Вот. Разочарую вас. Разочарую вас. Нет. Ничего они с ними сделать не могут. И вообще никто не может ничего сделать со шпионами, которые занимаются так называемым легальным шпионажем. Потому что если бы одна Россия занималась этим делом, было бы проще. Но этим занимаются, к сожалению, все. И поэтому, значит, этим занимаются Соединенные Штаты Америки, этим занимается Франция, этим занимается Германия, Израиль, Китай, кто угодно. Все те, у кого есть возможности содержать внешний разведок, потому что это не такое дешевое занятие. И все они используют дипломатическое прикрытие, все они используют консульское прикрытие. И поэтому, так сказать, если бы против российских шпионов начать только против одних бороться, то они всегда скажут, а как же вот все остальные? Потому что мы, шпионы, знаем, что самым главным шпионским гнездом мировым является Организация Объединенных Наций в Нью-Йорке, вот это здание знаменитое, где собраны шпионы со всего мира. А потом Женева, опять же, представительство Европейской Организации Объединенных Наций, международной организации. А потом Брюссель, значит, НАТО, Европейская комиссия, а потом Страсбург, а потом, что там еще, Вена остается и так далее и тому подобное. То есть если бы это все дело делалось только россиянами, только Российской Федерацией, то, возможно, было бы с этим делом немножко проще бороться. А поскольку этим занимаются все остальные, то с этим бороться тяжело. И на самом деле это, вы знаете, это, конечно, двуличие, увы, я вынужден признать, и в том числе западного мира, потому что есть, конечно, двойные стандарты, есть, конечно, нарушение Женевской конвенции о дипломатических и консульских сношениях 1963 года, которое прямо запрещает использовать дипломатические государственные учреждения для деятельности. Но все страны это делают, а не только Российская Федерация. Увы. Сергей Олегович, но ведь именно Россия, мы не можем сейчас сравнивать все страны, у которых есть, собственно, такие ресурсы. Потому что не все страны начинают войны. В соседних странах пытаются оккупировать территории. Более того, терроризируют мирных жителей. И все же должны существовать инструменты, я говорю, не сейчас предметно существовать, даже если их еще нет, то их необходимо создать. Уж в таком мире и в такой исторический момент мы живем, когда пора меняться и пора начинать делать что-то, чтобы этот мир имел шанс на то, чтобы выжить. Так все-таки вы вот еще сказали, что страны, которые имеют возможность содержать вот таких шпионов. А что нужно делать? Какие инструменты сейчас могут быть предприняты, чтобы в России не было шансов содержать? Или это уж слишком долговременные планы? Что так или иначе можно предпринять в данном случае? Вы знаете, предпринять очень сложно, потому что, во-первых, предпринять, это зависит от политического решения. То есть это политическое решение, потому что все контрразведки знают прекрасно, кто где занимается каким шпионажем. Вот вы еще не успеете, допустим, россияне, российский шпион, либо ГРУ, либо СВР, либо даже в ФСБ есть тоже какая-то внешняя структура, которая, скорее всего, внешняя контрразведка, потому что в ФСБ это все-таки контрразведочное подразделение и подразделение безопасности, поэтому у него там разведки, по идее, должно быть или не должно быть. Но хотя вот пятая служба, там, генерал беседы, это все-таки она занимается разведкой. Вот прежде чем вы поедете куда-то, в какую-то страну, вас, значит, естественно, подает страна на получение визы и заявляет как своего дипломата. И страна должна получить агримант, то есть, в принципе, получить разрешение на то, что вас готовы принять. Так вот страна, в которую вы поедете, она уже заранее знает, что вы разведчик, что вы шпион, что вы едете замещать другого разведчика, она даже знает, на какую разведку вы работаете, она знает, по какому направлению вы работаете, и тем не менее выдает вам разрешение. То есть вы понимаете, что это зависит прежде всего от политической воли тех стран, которые хотят, допустим, с этим делом бороться. Но они знают, что если вот Соединенные Штаты Америки запретят сотруднику СВР, например, или ГУРУ приезжать в резидентуру в Вашингтоне, в главную резидентуру в Вашингтоне, или в резидентуру в Нью-Йорке, то, соответственно, Российская Федерация точно так же запретит американцу приехать в резидентуру в Москве, в Санкт-Петербурге, и где там еще есть дипломатические учреждения. Поэтому это, в общем, такое взаимное признание. И дальше, когда этот шпион приезжает на территорию страны, просто за ним пускается наружка, против него начинают работать контрразведственные службы, и ждут момент, когда он либо проколется, либо будет выгодная политическая ситуация, когда надо будет реализовать эту возможность, чтобы его выдворить из страны. И вот у человека, который пользуется дипломатическим прикрытием, его же даже в тюрьму посадить нельзя, потому что у него дипломатический иммунитет. Его можно только выслать из страны. Что, кстати, произошло за последнее время, за последние 16 месяцев. И я так насчитал, в прошлом году человек 460 было, а вот по настоящий момент далеко за 500. То есть 500-то точно, а даже, судя по всему, гораздо больше. Выслано российских шпионов из 30 или 35 стран. Ну и что? Ну вот выслали этих самых 560 шпионов. Вместо них приехали другие 560 шпионов. Вот и вся борьба. То есть, в общем, борьба такая, это вещь довольно условная. И пока, как я вам говорю, пока все международное сообщество раз и навсегда не решится сказать, что дипломатические учреждения, фонсульские учреждения, коммерческие учреждения, культурные центры не могут использоваться ни одной страной для ведения незаконной шпионской деятельности, до этих пор нельзя будет бороться, в том числе и с определенностью Российской Федерации. Сергей Олегович, до сих пор мы с вами говорили о легальной разведке, о тех, кто работает под прикрытием, легендируется как дипломат, как бизнесмен. А что касается нелегальной разведки, насколько нелегальные разведчики есть шпионы российские в Европе, насколько сильна эта сеть, и вообще, насколько она развивалась в течение новейшей истории российских спецслужб, условно говоря, с приходом профессионального чекиста в России, увеличилась ли эта деятельность, или осталась такой же, как была в советское время? Ну, давайте немного о нелегалах поговорим. Да, отличный вопрос, потому что вот это как раз это существенный вопрос, потому что легалы все известны, и с ними, в общем, известно, как бороться. Сейчас изменяется ситуация, потому что раньше нелегальные службы имели очень мало стран, на самом деле. Вот Соединенные Штаты Америки практически не имели нелегальной службы в Советском Союзе. Имели ее кто? Советский Союз, ГДР, Корея и Куба. Вот основные страны, у которых были сильные нелегальные разведки. Может, еще и Румыния имела в виду. Потому что эти службы, особенно Германия и Куба, они же говорят на языке своих врагов, потому что в Германии, пусть даже там свой собственный восточный немецкий язык, но это все равно немецкий язык, потому что на другой стороне Германии говорят на этом же языке. И, допустим, для Кубы вся Латинская Америка плюс Испания говорит тоже на испанском языке, это 300 миллионов человек в мире, даже немножко больше. То есть там есть огромный потенциал. У Российской Федерации, у Советского Союза были деньги, потому что нелегальная разведка, она стоит в 10 раз больше, дороже, чем легальная разведка. Потому что, безусловно, нужно делать документы, нужно проводить огромную подготовку, это занимает годы. Это все индивидуальная подготовка, это стоит безумные совершенно деньги. И очень мало стран, которые могли себе это позволить. При Путине уровень разведки и легальный, и нелегальный увеличился в разы. То есть легальная разведка увеличивается в два раза в среднеаритметическом, то есть в абсолютных цифрах. И это очень просто, кстати, объяснить и показать. Я уже говорил об этом, что все, конечно, бюджеты закрыты, и мы не можем ни от какой цифры официальной. От чего можем оттолкнуться? Это от зданий, от того, что они не могут прятать. Вот я, допустим, работал в Ясенево, в шапквартии первого главного управления, которое теперь называется СВР, кстати, я там год числился и в СВР, который расположен на юго-западе Москвы, на юге Москвы, за кольцевой дорогой. И все это дело можно через Google Map посмотреть, просто сколько там зданий, как они выглядят и так далее. Вот в мое время было три здания в оперативной зоне, значит, так называемый «Игры корпус», потом, значит, книжка, в которой я работал на 20 этаже, и НИИР, здание, которое стояло рядом. Теперь их в два раза больше. Теперь их шесть зданий. То есть если шесть зданий, значит, в два раза больше людей, которые там работают. Было три, стало шесть. А если учитывать, что три здания работали на Советский Союз, то есть на 15 государств, на 15 союзных республик и на общую численность 300 миллионов, а сейчас работают только на одну Российскую Федерацию, на 145 миллионов, то есть половина населения Советского Союза, то нагрузка, таким образом, на бюджет, допустим, страны, в четыре раза больше, чем при Советском Союзе. У ГРУ то же самое. Путин в 2006 году, еще когда Сергей Борисович Иванов был его приятелем, министром обороны, открыл саб-квартиру новую для ГРУ при сохранении старой стаб-квартиры на Хорошевском шоссе. Вот таким образом, безусловно, эта нагрузка растет, и плюс растут возможности, потому что у Советского Союза не было огромной диаспоры людей за рубежом. Вот после распада Советского Союза сразу 3 миллиона людей разъехалось по всему миру. Сейчас говорят, что диаспора русскоязычная по миру от 30 до 40 миллионов людей. В этой диаспоре, безусловно, можно утопить огромное количество людей, и даже вот сейчас нелегальная служба немножко меняется, потому что не всегда используют нелегалов, сейчас даже используют больше так называемое глубокое прикрытие или нетрадиционное прикрытие. То есть вот я, кстати, был пионером в этом деле, потому что когда в 1991 году я уезжал в долгосрочную загарную командировку для того, чтобы учиться в национальной школе администрации при премьер-министре Франции, я туда выезжал под собственной фамилией, под своим именем, но со статусом нелегала. И у меня стояла задача найти там себе жену во Франции, значит, на ней жениться, получить таким образом натурализацию, стать французом и дальше уже уехать в Штаты или в Канаду для того, чтобы заниматься серьезными делами, потому что Франция, строго говоря, не рассматривалась как главный какой-то центр, значимый центр для разведки. То есть гораздо было интереснее уехать в Бельгию, например, в соседнюю, где есть НАТО, или в Италию, где есть базы НАТО, или в Германию, где есть базы НАТО, или через Канаду в Соединенные Штаты Америки. То есть вот так это функционирует. То есть сейчас используются очень большим образом, так сказать, нетрадиционные глубокие прикрытия с российской диаспорой, и плюс довольно активно используется нелегальная разведка. И это, кстати, видно было, да, потому что в прошлом году в Норвегии российского нелегала поймали. Было два нелегала, которых поймали в Голландии. Была тетенька, которую поймали в Италии, недалеко от Неаполя, недалеко от базы НАТО. И у всех у них, кстати, одинаковый абсолютно профиль. Они все легализовывались через Латинскую Америку, то есть через либо Бразилию, либо Чили, либо Аргентина, либо Мексика. То есть вот это очень просто теперь делается, потому что там довольно легко купить документы, там довольно легко скоррумпировать какого-то там чиновника местного или чиновника, работающего в Министерстве внутренних дел, в Министерстве иностранных дел, получить гражданство, получить документы настоящего колумбийца или настоящего аргентинца, или чилийца, и потом запускать их в Европу. То есть на самом деле, конечно, мы видим явную совершенно активизацию работы нелегальной разведки. И Путин, кстати, ее привечает, потому что в прошлом году было в Ясене, в июне месяце, вот ровно год назад, открывали памятник сотрудникам нелегальной разведки. При том, что, например, в структуре, которая опубликована на официальном сайте СВР, служба нелегальной разведки, она не упоминается. Нет ни управления С, нет ни отделов, никаких никакого подразделения, то есть как будто их не существует. Сергей Олегович, у нас есть также подготовленные материалы, которые хотим с вами обсудить. Вот один из них сейчас озвучу. Германия готовится к серьезной борьбе с российскими шпионами. И сообщается, что спецслужбы страны-агрессор активизировались на фоне полномасштабного военного вторжения в Украину. И вот по данным Федерального управления по защите Конституции Германии, Китай также считается одним из таких главных действующих лиц шпионажа в Германии. Там говорят, что следует готовиться к более агрессивным шпионским операциям со стороны России, а также деятельности в киберпространстве, исходящей из России. И вы еще в начале нашего разговора говорили о том, что необходимы определенные политические решения для того, чтобы хоть что-то началось меняться. Но вот конкретно на политические решения партнеры Украины в последнее время, можно сказать, и не скупились. Конечно, я могу привести примеры в большинстве своем в поставках вооружения, потому что сначала «Леопарды» говорили, невозможно. Ф-16 кричали «невозможно», сейчас уже предметно об этом говорим. Атакамс тоже все чаще этой темы начинает звучать. То есть политические решения некоторые становятся возможными, о которых ранее говорили, как о чем-то таком сказочном и просто фантазийном, знаете ли. Так вот, а что касается шпионажа, насколько близки партнеры Украины, то есть я сейчас о Германии тут вам процитировала материал, насколько готовы на самом деле к каким-то резонансным политическим решениям в случае понимания действительно, насколько значима угроза может быть от России и конкретно от российского шпионажа. Ну, угрозу они понимают. Угрозу это здесь, так сказать, заблуждение не... Да нет, к сожалению, это не главная стена. Одного осознания угрозы еще недостаточно. Нужно, чтобы политики еще решились с ней бороться. Ну, в Германии было несколько скандалов. Последний довольно громкий, потому что нашли человека, который работал, кстати, в БНД, в германской разведке, который, так сказать, активно именно последнее время собирал информацию по помощи германской Украине. И его, так сказать, разоблачили. И это дало толчок для того, чтобы принимать какие-то те решения, о которых вы упоминали. То есть немцы в этом смысле сейчас более прагматично смотрят и более реалистично смотрят на это, на уровень угрозы. В Германии, кстати, уровень угрозы очень большой, потому что в Германии большая российская диаспора. В Германии диаспора, которая оценивается в 3 миллиона русскоязычных. И, конечно, в этой диаспоре огромное количество людей, причем которые даже не прячутся, которые активно выступают. Ну вот, кстати, там против этих людей начинают бороться. Вот там какая-то была дамочка, которая содержала кафе или ресторан русский, которая там просто занималась пропагандой антироссийской. Вот сейчас ее, значит, прям привлекают к ответственности за нарушение санкций. И, в общем, это ей грозит. Там говорят у нее какие-то там 10 миллионов, она уже должна в казну немецкую. Ну вот, и в этом смысле, конечно, ситуация меняется в положительную сторону, потому что немцы просто просыпаются, потому что они вот увидели... Во-первых, они проснулись и увидели, что их страна зависит на 60% от российского газа. Что у них такие политики, как Шрёдер, работают напрямую, допустим, числятся в российских компаниях и являются практически агентами влияния политического Российской Федерации внутри страны. Во Франции, кстати, тоже очень-очень сильные позиции у путинского лобби. Вот, и потихонечку все-таки народ просыпается. Вот сейчас я слышал, на Кипре тоже разоблачили таких российских агентов влияния. То есть потихонечку-потихонечку все это дело проходит. И в этом смысле, конечно, война в Украине, она сыграла свою положительную роль, потому что она стала значимым очень фактором, который заставил довольно много стран в общем по-другому посмотреть на реальность этой угрозы. Ведь у нас, допустим, во Франции вот в чем проблема была. Это проблема в том числе бюджетных средств, потому что в последние годы в основном боролись службы контрразведки и безопасности, боролись с исламским фактором, значит, с исламским терроризмом, и туда шли основные средства. И, допустим, после развала Советского Союза были такие розовые очки, говорили, ну все, Россия перестала быть врагом, вот как был Советский Союз. А это были, в общем, розовые пузыри, потому что это продолжалось года-два, а потом, когда Примаков пришел в игровую СВР, он начал очень сильно активизировать деятельность разведки. Ну вот, и эту деятельность, к сожалению, наши партнеры долгое время не замечали и даже не хотели. Потому что она, кстати, мешала, вот даже когда, допустим, руководители службы контрразведки докладывали ее, допустим, французским президентом, они, французский президент, говорили, ну вот мы с Борисом Ельцином там любим вообще друг друга, вот его взяли даже в большую восьмерку там и так далее, не мешайте нашим политическим программам, не мешайте, значит, вот вы своими разоблачениями только мешаете, значит, дружбе и развитию взаимоотношений с новой Российской Федерацией, которая, значит, переболела коммунизмом, вот уходит из этого тоталитарного прошлого, что, в общем, было, конечно, детским лепетом, вот, но в то время очень сильно были сокращены отделы антисоветские, ну, скажем так, советские отделы, российские отделы в службах контрразведки и безопасности, сейчас все это дело восстанавливается, допустим, президент Макрон говорил о том, что многомиллионные кредиты дополнительные выделяются сейчас службе внутренней контрразведки, даже если во Франции, которая будет на гораздо более серьезном уровне ставить борьбу с Российской Федерацией. Плюс все сейчас понимают, что вот эта нынешняя обстановка, она также порождает новые виды, кстати, разведки, да, которые не связаны даже всегда с присутствием физических людей, каких-то шпионов на территории западных государств, потому что вот кибершпионаж, его даже можно везти вот тем же, с той же самой фабрикой троллей Пригожинской из Ленинграда, да, из Питера, вот, из других территорий Российской Федерации, и с этим на первых порах было довольно сложно бороться. Сейчас этот фактор осознали, и сейчас довольно серьезные службы кибербезопасности в странах, которые начинают противостоять этому российскому проникновению, серьезное, так сказать, противодействие серьезное. Вот, закрывается, кстати, закрыты были Russia Today, были закрыты Спутник, то есть, грубо говоря, каналы, которые, если они не ведут прямую разведственную деятельность, то они ведут пропагандистскую деятельность, которая, кстати, формирует общественное мнение, которое затем можно использовать для вербовки в пользу Российской Федерации. То есть в этом смысле, конечно, подвижки есть. Спасибо большое, Сергей Олегович. Невероятно интересно, как все, что связано с этим таинственным миром, будем вам звонить, будем с вами еще говорить о разведке. Бывший сотрудник... Спасибо большое. До свидания, давай. Да, первое управление. Вы в первом управлении работали, да, КГБ? Первое, главное управление. Первое, главное управление. Вот так вас и представим. Бывший сотрудник первого главного управления КГБ СССР Сергей Олегович Жирнов был в нашем эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова